Добрый день! Я приветствую всех наших учеников. Рядом со мной мой незаменимый, незменный спутник и друг, товарищ ученик Саша Козлов. Он будет ловить все ваши вопросы на лету и передавать их мне для ответов. Я хотел бы только сказать вначале, что у нас есть пять дисков, которые... Видите, они толстые тут, пять их подряд. Каждый из них представляет собой несколько уроков по книге «Зор», которые мы сейчас проходим, диски на русском языке. Их можно прослушивать в любом приемнике, проигрывателе с наушниками, где-то в метро, в машине, в компьютере, дома на кухне, в радио этих самых всех устройствах. Там, где есть вот этот CD, как он называется? Проигрыватель. Проигрыватель. Так что это очень хорошая нам помощь. Пять дисков, и на них уроки, уроки, уроки по книге «Зор», то, что мы сейчас проходим, обработанные на русском языке для вашего пользования. Так что, пожалуйста, заказывайте. Где заказывать, наверное... Здесь есть возможность для распространения всем. То есть у нас выставлен линк, и каждая группа может себе организовать даже запись их. Или централизованно получить в Москве или в Найбарух. Или просто люди могут переписывать. Да, или может скачать и переписывать для себя и распространять. У нас же не стоит вопрос о том, чтобы продавать вам, так и побольше продать. Или это побольше распространить. Так что сделана возможность бесплатного скачивания с нашего сайта, как обычно. Ну, так что, пожалуйста, пользуйтесь всем этим. А сейчас мы с нами возвращаемся к предисловию книги «Зор», статья «Погонщик ослов», пункт 84-й. В этой нашей черной книжке на русском языке. Это страница 405-я. Саша будет получать ваши вопросы, и мы на них сможем ответить. «Зор» не может быть постигнут одним человеком. Он может быть постигнут только в соединении между людьми. То, что когда-то произошло, как разбиение. В той мере, в которой мы собираем между собой наше общее желание. В нем и проявляется то, что книга «Зор» хочет раскрыть нам. Это высший мир, высшее наше состояние. Поэтому встречи, конгрессы, собрания, объединения, они способствуют этому. И если еще, кроме того, мы будем изучать на этих встречах книгу «Зор», то, конечно, одно другое потянет. Книга «Зор» поможет нам соединиться, а наше соединение поможет раскрыть книгу «Зор». И таким образом мы придем к раскрытию этого тайного высшего мира, нашего вечного совершенного существования. Все зависит от нас, и все впереди. Так что у нас с вами очень хорошее впереди время. Жизнь удалась. Пункт 84. Два вида мира есть внизу, говорит книга «Зор». Один Яков, Тиферет, второй Юсеф, Есот. Что это значит? Это значит, что мы с вами находимся вот здесь вот, в такой вот чаше, которая называется Малхуд. Ой. Мал-худ. А Малхуд получает сверху свет. Во-первых, в мере соединения в нее отдельных душ. Вот это вот отдельные души. Получает она свет в себя только в мире, в который эти души соединяются вместе. Вот тут я делаю сигму. Это знак соединения отдельных всяких душ, которые устремляются в Малхуд. Вот это первое устремление, которое нам дается в Малхуд, устремиться в Малхуд, это и есть наша точка в сердце. Но она недостаточна, потому что это только моя, только твоя, и его, и так далее. А нам надо соединить все точки в сердце. В той мере, в которой мы их соединяем, мы приобщаемся к этой Малхуд. А над Малхуд находится экран, массах, а над массахом находится устройство, которое называется так. Здесь находится бина. Бина – это как мама, которая все дает, все распространяет вниз. От нее нисходит наполнение. А под биной находится хэсид, гвура, тиферет, хагат, так называемые, или гальгальта-эйнайм. И затем нэцах, год и есот. Нэцах, год и есот. Так называемые нэги. Ахаб. Если мы говорим только о хэсид, гвурате, ферет, то мы говорим о малом состоянии. Мал. Или катнут. Надо запоминать эти определения, ничего не сделаешь. Или, а если мы говорим о полном строении этой системы, то мы говорим как большое соединение. Большое соединение. Или гадлут. Все эти свойства имеют свои имена. Как мы знаем, это Авраам, Ицхак, Тиферет Яаков. Нэцах, от, мы с вами будем говорить. Это Муше Арон. Ну, можем написать Муше. А Арон. И самое главное, это есот, это Йосеф. Почему самое главное? Потому что свет высший, исходящий от бены, это изобилие, оно передается сначала хэсид, гвурате, ферет, к Якову, и поэтому он называется самым главным из праотцов. Вот эта вот часть называется праотцы. А затем передается уже к следующим. Нэцах, от, ясот. И вот Йосеф – это самая такая основная здесь сфера или качество, свойства, потому что через него все это уходит затем к душам, в Малхут. Поэтому Йосеф является такой центральной фигурой во всем этом нисхождении света сверху вниз от бены, а бена – это и есть творец. К нам, к душам. Вот так работает эта система. Послушайте теперь дальше. Два вида мира есть внизу. Один – Яков, Тиферет, и второй – Йосеф, Йосот. Поэтому сказано два раза «мир» ближнему и «мир дальнему». Дальний – это Яков, дальше от нас, а ближний – это Йосеф. Мир имеется в виду, когда говорится «приветствие мир». Почему он это слово употребляет? Имеется в виду «шалом». На иврите «шалом» от слова «шлемут». «Шлемут» – это совершенство. Что не сделаешь, нам надо немножко знать эти слова, тогда мы будем видеть, знать внутренний смысл, к чему это идет. Когда мы говорим «шалом, шалом близкому и дальнему», то значит «шлемут, который я постигаю, совершенство, которое я постигаю, на низшей стадии и на более высшей стадии. Совершенство». Вот что означает это «приветствие». «Остановился вдалеке», как сказано, «издалека видится мне Творец». «Мирохок Ашемирали» остановился вдалеке. То есть «я вижу, пока еще издали это совершенство». Пут 85. «Издали» – это высшая точка, стоящая в его чертоге, в которой сказано «бойтесь, берегитесь моей святости». «Святость» – это свойство бены. Святость или отдача? Святость – это отдача. «Свойство бены». «Берегитесь, которой нужно бояться больше всего, потому что ее наказание – это смерть. Как сказано, «прегрешающие в ней умирают». А что значит «умирают»? Если я подобен бенье, если у меня есть это свойство, я отдаю, тогда я наполняюсь светом хохма. Отдавая свет, свой свет отдачи, свет хасадим, я при этом, когда как бы отдаю от себя, даю при этом оболочку, облачение, условие, при котором у меня может вселиться в этой мере свет хохма. А если у меня этот свет хасадим от меня пропадает, свойство отдачи, то тогда и пропадает свет хохма. Пропажа света хохма, исторжение, истечение света хохма и его исчезновения ощущается как смерть. Вот то, что мы с вами существуем сейчас, вот в том виде, в котором мы с вами существуем, это только лишь потому, что в наш мир, вопреки всем законам природы, специально, чтобы мы существовали, просто проникла таким взрывным методом, ударным, проникла одна искорка света хохма, из которой зародился наше место, а потом вся вселенная, все, что наполняет это место, эту вселенную. Так и физики говорят, что из какой-то маленькой искры, непонятно откуда и что и как, но они видят, что это оттуда, какая-то микроскопическая по своему размеру, но бесконечная по своей силе энергия, из которой затем образовалась постепенно, постепенно, постепенно вся эта наша материя, материальная, что называется, нашего мира. Так все это образовалось из маленькой искорки света хохма, света хохма, который вопреки закону высшей природы, что он должен быть облачен в свет хасадим, прорвался сюда этот свет и организовал, образовал всю нашу вселенную и нас в том числе. Это маленькая всего лишь искорка. Представьте себе, сколько мы получаем, когда можем создать из себя исходящий свет хасадим и раскрывается в нем свет хохма. То есть в миллиарды, миллиардов раз больше, чем может вообще представить себе человек в любых своих ощущениях, постижениях, наполнениях и так далее. Самая маленькая толика высшего света представляет собой вот такое наполнение. А ее исчезновение означает смерть. Так считается в Кабале. И наше состояние поэтому называется ниже уровня духовной смерти. То есть мы все с вами мертвые. Духовно мертвые. Кто они эти прегрешающие? Это те, кто вошел в пространство окружности и квадрата и согрешил. Поэтому сказано бойтесь. Что значит окружность и квадрат мы с вами рисовали или нет? Я не помню, с вами ли это я рисовал. Дело в том, что мы продвигаемся вперед и вообще существуем с вами в квадрате. И все наше продвижение – это продвижение по связи Малхут с Беной. Я думаю, что я вам это рисовал. Вот так вот. А в итоге, когда мы с вами поднимаемся и постепенно-постепенно Малхут приводим к состоянию подобию Бене, мы при этом с вами решаем задачу квадратуры круга. Мы при этом с вами на самом деле образуем окружность. Приводим себя к состоянию мир бесконечности. решая задачу, в общем-то, только в виде квадрата. Почему? Потому что все, что мы не можем вписать в квадрат, это называется Лев-Эвен. О, Лев-А-Эвен. Здесь добавляется буквочка А. Лев-А-Эвен. Лев – это сердце. Нет, без точки в сердце. Лев – это сердце, просто сердце. А Эвен – это камень. Каменное сердце. Это та часть нашего сердца, наших желаний, которые мы не в состоянии с вами исправить. Как мы их исправляем? Они исправляются сами постепенно, поскольку мы исправляем девять первых сферот, девять сферот, от кетер до есот. Как мы говорили, есот – это называется Йосеф. Поэтому так важна эта сфера. И от него мы получаем в нашей душе. К душам. А этот порцов называется Зарампин. Так вот, тот, кто вошел в пространство окружности и квадрата и согрешил, те, прегрешающие, в этом называются умирающими. Исходит из них, исчезает свет Хасадим, и, естественно, без света Хасадим не ощущают они свет Хохма. Потому что, начиная от цим-тум-алиф, от первого сокращения и далее есть четкий закон в духовной природе. В свет Хохма, в свет наполнения, в свет насыщения он может облачаться только в свет Хасадим, только в той мере, в которой человек, получая его, отдает. И поэтому сказано, бойтесь. Это точка Я, и на нее есть запрет. Запрет раскрывать ее. вот это вот Я. Саму ее запрещено раскрывать. А как можно, только в той мере, в которой она может подняться в бину на одну ступень, на вторую, на третью, на четвертую и так далее. Всего по 120 ступеням. По 125 ступеням. И тогда мы достигаем полного кли, которое называется Авая. Авая. Это такое, самое совершенное имя Творца. Называется оно тайным именем Творца. Тайным, потому что оно раскрывается только на самом последнем уровне тому, кто этого достигает. А кто не достигает, то, естественно, оно для него остается тайным. То есть, ничего тайного такого скрытого нет, чтобы можно было просто взять и раскрыть. Хочешь, раскрой. Это зависит от тебя. Сошли Раби Элазар и Раби Аббаса своих ослов. Вы знаете, что они путешествуют на ослах, идут к какому-то месту на своих ослах, то есть, на своем эгоизме, на своем материале эгоистическом, понукая его, заставляя его идти к цели творения, то есть, каждый раз подниматься вот по этим ступенькам этих ослов своих, наших внутренних. И еще сзади идет погонщик ослов, который сзади мотивом, так сказать, этой острой палочкой подталкивает стимулом этих животных. Это особая сила духовная, которая сопровождает нас. Если мы желаем идти вперед, то получаем такое еще подкрепление свыше. сказали они, сошли рабе илазар иабе со своих ослов и поцеловали его, погонщика молов. Поцеловали, значит, есть у нас два вида соединения между душами. Это состояние, когда души связаны между собой на уровне П, это род, здесь находится ранее рожь, голова, далее, души могут быть связаны между собой на уровне хозе, это грудь, в основном это относится к периоду вскармливания, и затем на уровне эсод, 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 это, так сказать, половое сочетание, пол, сочетание. Соединение через рот называется зевук да нащекин, нащека это поцелуй, не щи ка, поцелуй. это когда один порцов, то есть одна душа подобен другому порцову по уровню П, Л, П, рот в рот, такое соединение, по такому уровню внутреннему подобны их свойства, что они так соединяются между собой, и такое соединение называется духовный, духовный зевук, духовное сочетание, почему духовное, потому что П это дух, это руах. Сочетание в хазе мы сейчас об нем не говорим, потому что оно существует только между маленьким и большим порцовом или душой, когда один вскармливает другого, когда с одной стороны здесь П, а с другой стороны хазе. Рот маленького порцова и грудь большого порцова. И следующее состояние, это когда как бы половое сочетание, когда на их есудот, то есть абсолютно полное соединение всех десять сфер от одного порцова и десять сфер от другого порцова, когда они соединяются между собой, это называется зевук да есудот, есот в есот, когда передается значит от мужской части допустим в женскую часть. Получающая называется всегда женская, а влияющая дающая превалирующая мужская. Но превалирующая естественно это относительно, потому что если нету желания с женской стороны, то никакая мужская часть не может ничего дать. Понятно нам, да? То есть все желание, оно таки самое, а это самое главное в творении, это является женским свойством. сказали, они спросили у него этого погонщика Мулов, который им все это объяснил, какая в тебе мудрость, а ты погоняешь ослов за нами, кто же ты такой? Ответил он им, не спрашивайте меня, кто я, а пойдем далее и будем заниматься торой, то есть привлечением света на нас. И когда этот свет еще больше проявится на вас, то вы увидите, кто на самом деле является каждый из нас, каждый скажет мудрость свою, дабы осветить наш путь, наш подъем далее вверх. Вот так раскрывается человеку его духовное путешествие. Там есть серьезные вопросы? Давай. Серьезное это то, что Саша считает серьезным, имейте в виду. Так. Так что... Уже несколько раз нас спрашивает Валентин из Клайпеды, но пока что не дошла до него очередь, а вот сейчас хотелось. Как узнать своего погонщика? Что такое осел, что такое погонщик? Уточнить. Просит. Когда человек начнет двигаться действительно к своему сближению с остальными душами, чтобы на их соединении между собой обнаружить свойства взаимной отдачи, это то, что мы хотим между собой достичь. И все человечество обязано к этому будет прийти или по добру, или так сказать, по неволе. Так вот, когда мы начинаем к этому устремляться, мы видим, насколько это невозможно, насколько это трудно, насколько это просто против всей нашей природы. И тогда мы ощущаем огромную необходимость во внешней силе, которая бы нам помогла. Эта внешняя сила – это особый посланец Творца. То есть, это особая сила, которая помогает нам. Вдруг мы чувствуем озарение, вдруг какую-то помощь, вдруг что-то поднимается, начинает просветляться, начинает как-то внутренне кто-то нас каким-то образом направлять. Мы это ощущаем явно, как внутри нас работает чья-то невидимая рука. Вот так это ощущается. Рок, ангел, посланник, погонщик, мулов, неважно, как его назвать, на разных ступенях, в разных состояниях проявляется эта сила по-другому. Естественно, нет никаких образов, так сказать, крылышками замахал какой-то ангел, и пролетел надо мной, и чего-то там еще, уронил какую-то мне записочку, может, еще что-то там. Все, конечно, сказки, такие самые-самые примитивные, которые могли люди выдумать, почитав неправильно книгу Зоар или другие книжки такие. Вот. Так что нет ничего более страшного, чем представлять себе духовное в каких-то земных образах, что это уводят нас совершенно от пути к духовному миру, который не имеет никакого облика, абсолютно невещественен. Это просто сила, свойства. Угу. Людмила из Гамбурга, из Германии спрашивает, а не получается ли, что при раскручивании решимот мы поворачиваем время вспять, снизу вверх, а ведь искра была сверху вниз? Правильно. Кстати, она не первый раз уже. Правильно. Мы идем снизу вверх. Да. Мы идем с вами обратно к тому источнику, из которого мы спустились сюда. Мы так с вами и изучаем. Вот. Из мира бесконечности мы спустились в наш мир через пять миров. через пять миров Адам-Кадмон, Ацелут, Брия и Цера-Асия. Мы спустились в наш мир. Мы просуществовали здесь свою историю. История наша. И затем, сейчас мы начинаем в 21 веке подниматься с вами снизу вверх. Обратно на тот же уровень. Здесь это было нисхождение. Так так и называется порядок нисхождения миров сферот и душ. А это порядок восхождения. Вот так вот мы с вами должны этот путь проделать. До вот этого момента до вот этого момента весь путь, который мы с вами проходили, это был путь неосознанный. Неосознанно. А начиная с этого момента и далее, это только по моему велению, по моему хотению. То есть согласно согласно воле человека. иначе он останется просто маленьким животным. Поэтому он должен развить в себе сам из тех конечно возможностей, которые существуют перед ним, но он должен сам развить свое желание к вот этой цели творения и только тогда он будет двигаться. Двигаться будет силой, которая его будет подгонять, силой, которая его будет тянуть вперед, но эта сила действовать будет только в той мере, в которой мы захотим, мы пожелаем достичь цели. А откуда я могу пожелать достичь цели? Только из того, кто я такой. То есть согласно тем данным, которые есть во мне в каждый момент моего восхождения. Так что же получается? Я что сам себя буду обманывать? Только из того, что если во мне развиваться будет, так это значит во мне это есть. Нет говорят. Тут рядом с тобой постоянно существует так называемое окружение. Это души, такие же как ты, которые также желают достичь цели. Вот если ты желаешь соединиться с ними, тогда значит ты выражаешь желание подняться на следующую ступень. На следующую ступень еще больше желаешь соединиться с ними. тогда еще дальше сможешь подняться на следующую ступень. Вот в этом твоя и свобода воли. Свобода воли нам дана, к счастью ведет она. Вот. Еще? Еще спрашивает Мобенджидис Янис из Греции. Авая это образец высшей духовной культуры? Такой греческий вопрос. Да, хороший вопрос. Да, это высшая духовная культура. Это правильное взаимодействие между всеми душами на самом высшем уровне их существования. Оно называется авая. Грек наш прав. Да. Пока продолжим. Ну давайте. Тогда пункт восемьдесят шестой. Сказал ему, кто указал тебе идти, быть здесь с нами проводником ослов наших? Ответил им погонщик, буква Ют восстала войной с двумя буквами Хав и Самых, чтобы пришел я соединиться с вами, с вашими ослами. Буква Хав не желала оставлять свое место, потому что должна поддерживать этих падающих, ибо без экрана нет им жизни. Что он хочет сказать? В принципе, дело простое. Просто текст такой узора аллегорически буква одна, буква другая, восстала одна против другой. там, а в принципе, буква это же свойство, мы с вами изучали, что есть у нас кетер, хухма, бина, в бине до середины бины это свойство творца, это все творец. а вот начиная с низшей части бины, которая называется матка, как у матери, то, что относится к нам, низшая часть, зада, бина, так называемая, зад, потому что это зайн тахтанод, семь низших сферот ее. И далее зерампин и затем малхут. Это все относится уже к творению. Это творец, а вот это относится от него к творению. В зад дебина у нас существуют буквы от первой до девятой, потому что девять сферот здесь. В зерампине у нас существует буквы от десятой до девяностой. Так они называются, тоже десять букв, но численное их значение такое. Десять, двадцать, тридцать, сорок и так далее. То есть девять первых букв здесь, девять вторых букв. Так десятая с десятой по десятая по восемнадцатую. Девять следующих букв. Так всего девять сферот и эти девять сферот и четыре сферот в Малхут это сто, двести, триста, четыреста. Итого значит с восемнадцатой буквы буквы по двадцать вторую. Всего двадцать две сферот свойства от бены до Малхут, которые затем передается, проходит еще так называемый фильтр, который называется парса, парса, это как граница, и которая состоит из пяти букв или пяти свойств, которые называются ман цепах, такое слово марсианское, ман цепах, или южноамериканское, такое индийское. это пять букв мем, нун, цадик, пэй и хав. Пять букв, потому что пять свойств у нас всего есть, пять уровней желания, и поэтому есть пять уровней экрана. Так вот, эти буквы свойства проходят сверху вниз, естественно они начинаются здесь, но затем они начинают оформляться уже в виде изобилия, в виде света, который нисходит к нам начиная от зад до бены, затем проходят вот через этот фильтр, который называется ман цепах, и затем они входят в мир брия, яцера и осия, там, где находятся души. здесь находятся души. И мы уже получаем, так сказать, вот то, что получаем. Это не мы еще, мы с вами находимся вот здесь. Наш мир, он находится вообще здесь. Это, если точкой в сердце я начинаю работать, и начинаю соединяться с другими точками в сердце, то в мире своего соединения я тогда поднимаюсь вот сюда, вот наверх, в эту малхут, и тогда могу получать эти 27, всего лишь 22, и еще 5, так, это значит 23 по 27, еще 27 свойств. Значит, все духовное изобилие, которое приходит на меня, оно отпечатывается во мне в моем материале, в моем желании. Вот у меня есть просто желание, ну, как кусок пластилина или глины, что-то такого бесформенного, и каждая буква, которая приходит, она отпечатывается во мне каким-то своим свойством, дает мне какое-то такое вот, это как печать, такое, и делает из меня свой отпечаток. И тогда мой материал становится каждый раз все больше и больше и больше подобен Творцу. В различных сочетаниях между собой, в различных накладках между собой отпечатываются во мне духовные свойства на моем материале, на моем желании, и я становлюсь фигуристей так вот, все время больше и больше подобен Творцу. Это называется свойство, облаченное в материю. Свойство – это свойство Творца, свойство Творца, которые облачаются в мою материю. Это моя материя. Материя – это желание, желание насладиться, получать, напишем. вот так. Вот, в принципе, поэтому все наше постижение духовное, оно в наших желаниях, на которых отпечатываются свойства Творца. Поэтому Творец называется Боре, как мы не раз говорили, Бо – это приди, и Ре – это увидеть, то есть ты должен достичь такого состояния, когда ты увидишь в себе, обнаружишь в себе, раскроешь эти свойства. Далее, 87-й пункт. Буква Ют пришла ко мне одна, поцеловала меня. Помните, что значит поцеловала меня? Связь между душами, которая происходит на уровне их головы, принятия решений, там, где рот находится, маленькое очень соединение между собой. Затем есть следующее соединение, это грудь, следующее соединение, это на месте есудот, так называемые половые части, потому что включается желание, огромное желание. Желание называется телесное, потому что они включают в себя все свойства всех сферот, весь авиют, всю пришла буква ют ко мне, рассказывает он, погонщик поцеловала меня, то есть соединился с ней на таком уровне и плакала со мной, то есть находились в состоянии котнут, маленького состояния. Плач называется маленьким состоянием, потому что нет сил, нет понимания, нет возможности. От этого возникает такое свойство. Или сострадание, когда невозможно помочь. от этого возникает состояние, которое называется плач. И сказала мне, сын мой, что я могу сделать для тебя? Но вот я исчезаю из многих хороших деяний, из тайных высших основных букв, но затем я вернусь к тебе и буду в помощь тебе. И дам я тебе тогда в помощь две буквы более высокие, чем те, которые исчезли от тебя. Потому что мы говорили о том, что две буквы воевали между собой и в итоге исчезли. Дам другие более высокие буквы, которые исчезли, буквы иют шин, которые будут тебе всегда полным хранилищем, то есть такими желаниями, которые будут всегда наполнены высшим светом, то есть исправленными на отдачу. И потому, сын мой, иди погоняй ослов. И поэтому я здесь в такой роли. Он им объясняет, то есть с помощью каких сил он оказался помощником их, погонщиком их, к чему он их должен прийти, привести, потому что погоняя их, занимаясь как бы вот этой работой, человек приходит в состояние какому? Когда будут достигнуты им состояния буквы ют и шин. Ют это десятая буква, которая заканчивает весь порядок сферот, десять сферот, а шин это свойство самое главное в творении, потому что шин это вот такая буква, как ш русская оттуда происходит. Она только пишется по-разному, она пишется вот так вот, потому что изображает свойства неравномерные между собой. В русском языке она просто пишется вот так. Почему? Потому что она обозначает собой правую и левую и среднюю линии. И самое главное это средняя линия. Так вот, когда все десять свойств, которых характеризуют буквы ют, молхут в основном, соединяются между собой в средней линии, когда левая линия это желание, желание, а правая линия это отдача, то есть намерение правильное, соединяются они в средней линии, когда человек правильно использует эти две линии в средней, тогда он достигает совершенства. Так вот, говорится о том, что если он, этот погонщик мулов, эта высокая душа, которая спустилась специально к ним, будет сейчас им помогать, то благодаря тому, что она им будет помогать, они достигнут какого-то уровня, а он уж точно достигнет самого высокого уровня, закончит полностью исправление всех десяти сферот на, как по формуле третьей линии, буквы шин. Я это все здесь объясняю между нашими пунктами на нескольких страницах, и вы можете это все, естественно, тут узнать. возрадовались раби Илазар и раби Абба, заплакали и сказали, сядь ты на осла, а мы будем помогать, погонять за тобой, ответил он, разве не сказал я вам, что это приказ царя так действовать мне? То есть они обнаружили, что эта душа, которая является их помощником, погонщиком, и на самом деле очень высокая душа, она должна специально спустилась сюда, чтобы подняться еще выше. Он говорит, нет, это приказ еще высший, то есть царя, то есть ступени, которая еще выше надо мной, творец, творцом всегда называется ступень, которая выше меня, я нахожусь на пятой ступени, шестая, называется творец, я нахожусь на шестой, седьмой, называется творец, и так далее. То есть нет какого-то определенного образа, облика или чего-то. Всегда более высшее, к чему я могу стремиться, с чем я могу иметь связь. все-таки. Так вот, творец приказал так действовать мне, пока не придет тот погонщик ослов, который называется Машиахом, то есть погонщик, который всех, всех ослов наших, то есть весь наш материал, все наше желание погонит вперед. Как сказано, который явится верхом бедным на белом осле. Так сказано, что Машиах это такой образ бедного, абсолютно ни к чему не привязанного человека, то есть у которого есть только хасадим, только свойства отдачи, но который восседает на белом осле. Как мы сказали, осел олицетворяет собой свойство материи, желание получать, а белый это означает то, что он обелился, он из черного превратился в белый, то есть вместо желания получать, обрел свойство отдавать. Так вот Машиахом называется свойство, которое человек получает, которое восседает на всем его материале животном, и этот животный материал становится белым. Светлым, то есть весь в свойстве отдачи. Сказали они ему, вот ты даже не открыл нам твое имя, где находишься ты, то есть потому что имя и местонахождение это одно и то же, имя присваивается по тому уровню, который занимает душа. Ответил им, место моего нахождения прекрасное и очень мной ценимое, оно башня парящая в воздухе, большая и особая. Живут в этой башне только двое, творец и я. Смотрите, как Зоор аллегорически описывает нам состояние, это свойство бины, вообще башня парящая в воздухе, так называемый амигдаль порэх баавир, есть такая категория целая. Вот в таком месте проживаю я, но удален я оттуда для того, чтобы погонять ваших ослов. Посмотрели на него раби лазар и раби аба, и непонятно им были его слова, ведь сладки были им пущи манны и меда. Сказали ему, может, скажешь ты нам имя отца твоего, то есть ступень, которая предваряет тебя, хотя бы это мы можем постигнуть, потому что каждая следующая ступень, она выше предыдущей. Сын он идет сначала ниже отца, а потом обгоняет и становится выше отца. Сказали ему, может, скажешь ты нам имя отца твоего, дабы поцеловали землю у его ног, то есть каким-то образом смогли присоединиться хотя бы к его молхут, и чтобы потом подняться тоже вслед за этим до твоего уровня. Ответил ему, зачем вам это? Не в моих правилах так гордиться Торой. То есть не могу я вам сказать, не могу вам указать той ступени, которая породила меня, потому что это слишком высокая еще для вас ступень. Ну естественно здесь следует еще больше страницы текста моего, где это все объясняется. Надо ответить на пару вопросов, пожалуйста. Аннар из Москвы спрашивает, как воздействовать на природу возникновения желания или как исправить ненужные желания, которые мешают движению к свету? Только лишь систематические занятия, участие в распространении, участие в конгрессах, съездах таких вот, и естественно совместная, совместная, совместная вот такая вот работа, насколько только это возможно у человека в том состоянии, в котором он находится, где он проживает. Вот это все, что мы делаем, кроме того, учеба, она постоянно совершенствуется мною, в зависимости от того, насколько больше людей присоединяются к нам, насколько это люди продвигаются в работе внутренней между собой, насколько они уже понимают, как они должны двигаться вперед, настолько и мы все глубже и глубже входим в кабалу. Если вы спросите меня, к чему я стремлюсь, я вам скажу откровенно, я стремлюсь к тому, чтобы в результате изучения книги Зор образовалась, началась, образовываться группа постигающих серьезно, явно постигающих внутри себя, между собой высший мир и с этой группой тогда бы мы могли заниматься еще дополнительно нашими занятиями практической кабалой. А остальные по мере того, как будут приближаться и входить в высший мир, тоже бы присоединялись к этой группе. То есть разделить уже тогда придется нам наше всеобщее объединение на две части. На внутреннюю часть, которая бы практически со мной занималась дополнительной частью практическими занятиями по кабале, вот как мы здесь с вами читаем, это практические занятия погонщик, мулов, когда мы все между собой соединяемся в определенную систему, ощущаем это на себе и внутри, раскрываем на себе эту общую силу, находимся в таком зевугдака, который говорится Пель-Пе или Пели-Озен и так далее. Об этом пишет Балли-Салам в книге Шамати тоже. И таким образом продвигаемся вперед. Я надеюсь, что результатом нашего обучения, изучения книги Зор в основном будет вот такой вот наш следующий этап, когда будет внутренняя группа серьезных больших кабалистов, постигающих высший мир и вокруг нее будет образовываться все больше и больше число занимающихся, подготавливающих себя к этому процессу. И так, так сказать, естественная диффузия будет с внешней группой во внутреннюю. Да. Наш гость из Австрии спрашивает, погонщик ослов, это ангел или высшая душа? Хороший вопрос, это в принципе ангел. Но ангел или высшая душа понятие относительное, потому что в то время, когда я в своей душе выполняю какое-то указание, какое-то действие относительно более низких, помогая им, то я являюсь относительно им ангелом. Мать относительно сына является ангелом. это система, которая управляет им, которая помогает ему расти, которая обслуживает его, которая вся настроена на то, чтобы создавать для него правильные условия роста, движения. Поэтому вот эта система вся, которую он воспринимает как мама, это как нечто такое непонятное, которое все время обязано, обязано, обязано мне чем-то, так думает младенец. вот это она называется ангелом. Сама по себе она это высокая душа, высшая душа, как в нашем мире. Женщина это может иметь свою жизнь и так далее, но относительно своему младенца она ангел. Это помогающая ему развиваться сила. Вопрос из Одессы, и есть еще несколько таких похожих вопросов. Как во время учебы Зор абстрагировался от религиозных стереотипов, связанных с названиями, и почему такой запутанный текст? Религия создана была после того, как скрылась кабала. Религии как таковой не было. На протяжении полутора тысяч лет от больше двух с половиной почти тысяч лет, подожди-ка, начиная от древнего Вавилона и кончая крушением храма Иерусалимского это две с половиной тысячи лет. Кабала была практически реализована в группе людей, которые называли себя народом Израиля. Но это просто группа вавилонцев, которые просто взяли ее и реализовали в себе. А потом эта группа упала с духовного уровня. И все, что понаслышке и вот эти книжки, которые остались, они все начали восприниматься людьми, обычными людьми, и те, которые упали, и в течение нескольких поколений вообще это все исчезло. Каббалисты сами скрылись, рабичимый на автор книги Зор со своими учениками скрылся в пещере. Все исчезло. Все исчезло. Потому что крушение произошло от того, что возникла взаимная ненависть в этой группе вместо взаимной любви. В этой ненависти мы и сегодня находимся. взаимной. Так вот, люди взяли содержание этих книг и начали их трактовать по-земному. И мы к этому привыкли, мы в этом выросли, это является у нас уже какими-то внутренними генами, это культура мира, посмотрите, что в Библии наделали, какие картинки к ней прислали, там, иллюстрации Доре, или там другие на протяжении веков, что создавали, все, все, я не хочу говорить там слишком, не хочу задевать никакие религии, все, но все они созданы, потому что духовный мир от нас скрыт, поэтому им есть место, и поэтому они так ненавидят Кабалу, потому что если Кабала начнет раскрывать истинное мироздание человеку, где все находится только в нем, и все только лишь в его свойстве отдачи и любви, то религиям не останется ничего делать, если у них не будет высшего мира, то что от них останется? Культура, то что и Кабала говорит, а что такое религия? Это домострой, просто вот так вот какие-то традиции и не более того, так что религиозная конечно пока еще часть населения Кабалу принимает в штыки, а в будущем конечно это все изменится, но на сегодняшний день пока нам еще это причиняет очень большой вред, помехи для даже нашей собственной личной внутренней адаптации к этим текстам в правильном виде. Мы представляем себе сразу же всевозможные земные деяния но и написано таким образом специально чтобы дать нам возможность из нашего мира силой именно силовым методом усилием все время искать а что же это такое в высшем мире это устремление из нашего мира поиск а что же это в высшем вот это вот усилие оно и притягивает на нас обратно высший свет в мире нашего усилия поиска светит нам Ормакив так называемый высший свет который нас исправляет и в этих исправленных уже наших свойствах мы с вами и раскроем истинный высший мир много сразу посыпалось вопросов где это будет группа которую вы сейчас сказали которая будет вместе с книгой Зоор в духовном если появятся такие люди постигающие духовный мир в разных странах мы их соберем вместе мы сделаем все чтобы они собрались вместе а пещера уже готова будьте здоровы я вас там жду субтитры